Ни для кого не секрет, что 2018 год объявлен Перекрестным годом Японии в России. По всей нашей стране в разных городах стартуют мероприятия, посвященные стране восходящего солнца. Наш город не стал исключением. В Центре культуры и искусства «Спутник» состоялось открытие фото-выставки «Япония далекая и близкая». Подробнее о выставке мы расскажем вам в нашем сюжете, который выходит в рамках проекта «Новости культуры в городе у моря». Японцы в национальных колоритных одеждах, высокие небоскребы, священная гора Фудзияма и цветущая нежным розовым цветом Сакура. Именно такой яркой, загадочной, незабываемой увидели приморские фотографы Японию. Четыре автора Юрий Яроцкий, Ольга Кускова, Виктор Егоров и Людмила Коноплева, объединившиеся в творческую группу «Японский квартет», привезли для жителей нашего города свои лучшие работы и объединили их в одну выставку «Япония далекая и близкая». «Сегодня вторая выставка, первая состоялась месяц назад в Спаске. Вообще тут история с этой выставкой интересная. Собирался я делать свою персональную выставку к юбилею. Хотел сделать вообще, показать все, что я снимаю. Потом я узнал, что год Японии в России. Подумал, может быть, японскую тематику. А потом в голову пришла мысль, а почему бы еще трех своих коллег не подключить. Ну вот так она и родилась. Ну а вот куратор рассказывал о том, что она предложила проходить эту выставку по краю». Фотовыставка проходит при поддержке Департамента культуры Приморского края и Генерального консульства Японии. Большую помощь в организации выставки оказали отдел культуры городского округа ЗАТО Фокина, директор МКУ ЦКИ «Спутник», корреспондент Тихоокеанского телевидения и волонтеры города Фокина. Открыла выставку ее куратор Вероника Навакова. Со словами приветствия к собравшимся обратилась начальник отдела культуры городского округа ЗАТО Фокина Светлана Давидюк. «Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно видеть здесь школьников. И сегодня мы узнаем, что это будет в городе. Это открытие в Тихоокузовке, потому что уже так было объявлено, что этот год является годом Японии и России. Мы, жители Приморского края, мы бываем совершенно ближе к Японии, чем в нашем сердце, в нашей родине, в Москве. И это не мгновенная страна. Жили в МКУ, собираемся обязательно, конечно же, я выполню эту свою мечту, но глядя на вот эти вот замечательные работы, художественные работы, работы фотографов, художников, потому что нужно так видеть мир, по-моему, такие замечательные делать фотокартины». По словам организаторов, одна из главных задач выставки в том, чтобы жители и гости нашего города как можно больше узнали о Японии, приобщились к ее культуре и традициям. «А японцы, да, у них вся система, что они пришли домой, попили чайку, легли спать, утром стали, попили кофейку, пошли на работу, целый день на работе. У них очень мало отпусков, у детей очень мало каникул. У них детей, с детей приучаются, у них нету практических детей каникул. Они на каникулах занимаются спортом, везде, да, то есть они заняты, практически заняты. И у них, чтобы что-то плохого в голове, ну, не бывает у них такого. Да, и они живут минимализмом, то есть у них все дома только необходимое, ничего, как наши русские, излишне нету». 60 работ, представленных на выставке, позволяют зрителю увидеть страну восходящего солнца в ее удивительном сочетании древних традиций и высоких технологий. Дают возможность проследить то, как старинная современность, консервативность, инноваторство соседствуют в Японии буквально всюду. В культуре и искусстве, архитектуре и промышленности, политике и моде, религии и повседневной жизни. «В Японии я уже был четыре раза, в последний раз вообще там были два с половиной месяца, поэтому есть что снимать, есть что показать, есть что-то добавить сюда обязательно». Отметим то, что для нашего города подобные мероприятия действительно очень значимые и необходимые. Они вызывают соответствующий социальный отклик. «Понравилась выставка, потому что я увлекаюсь японской культурой. Мне в основном это было связано с аниме. И вот сейчас я посмотрел на фотографии, на некоторые выставочные работы, и мне еще больше понравилась работа фотографов. Фотографы хорошо потрудились, и на кадрах все очень хорошо запечатлено и все видно». «Да, очень красивые картины, можно увидеть много интересного, то, что ты никогда не видел. Я никогда не была в Японии, и поэтому для меня это все очень интересно и познавательно». «Мне захотелось самой побывать в Японии и посмотреть их культуру. Можно по фотографиям узнать лучшую культуру. Появилось желание съездить». «Мне вообще очень нравится Япония, и картины здесь, фотографии очень красивые, и я знакома с фото культурой. Я хотела бы туда съездить, потому что я не разу не была». «Да, очень понравилось, было все интересно. Работы необычные довольно, я таких в интернете фоток не видела, поэтому смотрела с удовольствием». «Да, мне выставка очень понравилась, мне вообще очень интересна культура. Ближлежащих наших стран, потому что они наши братья, да вообще мы все братья в мире. И очень интересные работы, в некоторых моментах прям так вот тонко передана, вот какая-то внутренняя культура Японии, поэтому очень интересно, спасибо большое». Далее выставка поедет в Уссурийск, Дальнегорск и Владивосток. Так что не упустите возможность и обязательно посетите фотовыставку о необыкновенной, яркой и самобытной стране восходящего солнца – Японии.